всем приветики 23 мая мы переехали вчера котенок кошечка вот с этой коробки где не жилею перевернула вот так вот перевесилась до перевесилась уже чуть не выпрыгнула на ночь я посадила вот в эту высокую коробку утром стало все равно у нас паника мы хотим на волю она воле еще рано потому что ты завалишься куда угодно тут же котел надо немножко подрасти и поэтому мы переехали вот сюда вот в клетку для мамы кошки здесь дырка у нас имеется а для котенка обзор чтобы на нас хотя бы смотрела до короля нет все равно надо куда-то бежать куда-то лететь куда-то лететь куда-то бежать надо бежать надо надо повесить эту игрушку ей на ниточке пусть играется тебе игруху надо игруху надо сейчас повешу повешу сейчас надо кошки показать где дырка залезет 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 к тебе матерь матерь к тебе залезет хе-хе на улице потеплело все выбрали да на улицу что выбрали кто выбрали кто выбрали колокольчик слышь вырубил да я откуда знаю смотри да 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 расскажи что-нибудь нам что что там враги да конечно конечно да 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 ты ж хозяин ты хозяин конечно тихо что он крутит своим бубликом ну что семейства нет не надо мяф не надо мяф уже три раза позавтракала три раза и молока попила так что не обманывай она постоянно что-то конючит уже полный живот полная пузо и она все равно будет конючить конючилка такая да корми детину так свиночки мы от вас уезжаем до едем близким все собираемся никак не соберемся хотим заказать табличку на дом на тете клаван у нее когда-то была табличка улетела и больше нету куда улетела непонятно надо табличку нам хорошую красивую правильную нашла адрес типографии жукова 1 поедем туда вот они эти сумахи еще сумах деревья возле школы растет вот они тоже про которые я рассказывала уже в пути по навигатору едем это улица седьмой съезд проехали улицу ленина я изучаю улицы с навигатором вместе пути понедельника все равно машины стоят узле рынка так прямо один километр куда по это на потом будет направо поворот на улицу лысенко через километра автовокзал дц лиске торговый центр до 840 километров метров тут дома красивые так как подрезать так через 600 метров будет направо культа перестроился в другой ряд это внизу волга ржавая раритет раритет ну не говори-ка цветы самый большой лесная лавка инструмент и глазеем и едем так 380 там же по-моему на светофоре куда может быть 300 300 бы сказала через 300 метров на светофоре поверните направо на улицу лысенко так говори дальше говори девушка мы тебя слушаем через 500 метров поля налево будет на труда как больницы на трудовые резервы а это что офис аренда офис мак новая стоматология так 300 метров через 300 метров на светофоре поверните налево на улицу трудовые резервы а вот светофор мебель не бля и 100 метров здесь поверните налево дорога делают 900 метров коль короче прямо едем и потом совы рядом где-то будет совсем направо будет Прямо едем Прямо едем А это что такое Среднее образовательное Учреждение какое-то Тут цветочки Ой, сколько цветов Ой, мамочка, рассады всякая Полно Каштаны цветут Опять эти сумахи Они везде оказываются Это я в больнице увидела А теперь их везде узнаю А еще мне писали, что это типа акации Какой-то Разновидности акации Тоже с юга привезенная Местные знают О, катки 300 метров, Коля, нам До поворота направо Через 300 метров на светофоре Поверните направо, на улицу маршала Жукова Вот там из Жукова и надо К Жукову Жуков ловить Жуков ловить Вам своих баллов А тут гляньте, как уже белое вот это распустилось А в Икорце еще не так Здесь потеплее в Лисках Теплее Да Вон поворот 150 метров туда нам Направо Направо Экскурсия по Лискам Поверните направо Короче, через 250 метров мы уже приехали Будет куда Ну ясно Где-то там Вон висенки какие уже висят И Володя Это у них уже чересня такая Ну зеленая, конечно О, кошка, бежит, белая Крупная Какая крупная Ну у них-то крупная, чересная Не, кошка, ты гашка Я иди к кошке, а крупная Чересня крупная Через 200 метров поверните налево во двор Короче, через 200 метров мы приехали Во двор будет здание такое белое стоять Я фотографию смотрела Вот оно, вот оно Вот оно, Коля, это здание Жукова 1 Да, Жукова 1 Ну сейчас спросим А тут еще как при Советском Союзе Лесенки такие А тут еще по лесенке Лесенки А ну вы постойте давайте Не ходите Я спрошу, если здесь делают Я вам скажу Чтоб вы зря не шли Сейчас я уточню Здравствуйте, извините Можно спросить Табличку на дом заказать Здесь можно где-нибудь? Табличку? На дом Это вот открытая дверь Ага Надо один там спросить Ну по-моему уже Здравствуйте, извините А табличку на дом здесь где-то можно заказать? Мы не делаем Уже не делаете, да? Давайте съездите в Меркурий А Меркурий? Там этажа, там где барабанов А Меркурий это где? В Шницель, знаете Администрация, знаете Я просто забью Навигатор Администрацию забить, да? Там ресторан Шницель В этом же здании Поднимайтесь на второй этаж По правой стороне Там картриджи справляют И они же делают таблички Ресторан Шницель Я могу ресторан Шницель, наверное, забить, да? Спасибо, девушка Тетя Класс Здесь уже не делают Мне сказали, где делают Администрация, знаете, где? Это ресторан Шницель И в этом ресторане Шницель Делают таблички Сейчас я забью навигатор Объедем в Шницель Вот он Шницель, Коля Вот и заправка картриджи наверху Она сказала на втором этаже Вы приехали Спасибо, моя хорошая Выползаем расписные Смотрим по сторонам Идем через дорогу Вот он Шницель И вход Так, Центральное агентство недвижимости А где вход на второй этаж? А на второй этаж вход где? Отсюда Отсюда? Спасибо Интересно Здравствуйте 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 А табличку на дом заказать У вас можно? Да Вывески Вот сюда Проходь ты Вот туда Вон, видите, написано Вывески Вон, красным написано Наверху Вон, каких только нет Сразу, может, готовые есть А вы какую хотите? Вот такую Или с этими С выкрутасами? Да прям Какую-то Нет, вот такая Есть такая вот Как у Женькиных Типа такую вот Заказать табличку надо На дом Ну это где-то в течении месяца будет Готово Заказывать-то все равно надо Только с кем вы будете забирать Приехать С кем-то Кого-то просить надо будет Мы уже уедем Да я теперь знаю Ну вы-то знаете С кем-то приедете Вдруг пораньше Ну в среднем где-то Поэтому я зафиксирую А там потом наберу на телефончик Какие-то завершки Потом мы уезжаем Восьмого Машина уезжает Ей просто не с кем будет приехать Мы на машине Там за скорость Никак у вас там Нет? Есть макеты Вот какой-нибудь А, тетя Класс, смотрите Вот было бы тетово 51 Мы бы вас уже готовые купили Нам тетово 51 надо Тетя Клава, выбирайте Есть вот И побольше Если что-то Сыненький Ну вот покрупнее И просто прямые Обычно тетово Вот как это 31 Заказать обычно Да? Синенькую только Да Давайте такую девушку Тетово С домиками, да? Да, с домиками Да, с домиками Дом 51 Синяй, синий, синий Ага, так же Буквы белые, да? Угу А бабы готовые, да? Да Чуть-чуть Но мы уезжаем восьмого Да, если желательно Хотя бы, чтобы мы приехали А то ей не с кем ехать-то будет Проблематично Ну я помечу Если получится Да, если получится Да, девушка Была бы отлично, конечно Может, постараемся Спасибо Так, надо платить что-то По факту, да? Да Ага Все, да? Можно ехать? Спасибо 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 У нас идет процесс Переработки петрухи Уже столько вот нарезала Сейчас все нарежется И пойдет сушку Вот эти вот палки Решила сушить свинкам Будут грызть, не будут грызть Будет видно У меня уже Как вариант В голове созрел Если свинки Не будут грызть эти палки Я их могу на Кофемолке перемолоть И порошком добавлять Тоже в еду Ну, типа Порошочек будет Вот еще Сколько нам перебирать Ну, все Те клавы вдвоем повеселее Она мне палки Отрывает Дает уже готовые венички Нарезания И я тут тоже Дергаю потихоньку Ну, вот что получилось Это вот солнышко отсвечивает Вот такая вот полянка Это петруха Резаная будет сушиться Вроде кажется, что ее много Высохнет будет с гульки носик И вот эти вот палочки Предположительно для свинок Ну, а там будет видно И мы ждем Володю Сегодня к нам приедет Володя Нелечка на работе Вот, Володя в отпуске И скоро уже должен к нам приехать в гости Выпустила кошку погулять Сидит на стульчике Сидит на стульчике Так, не перебивай меня Не перебивай меня Вот, греется на солнышке Да, дымочка Пока дитет твое спит Там кто-то кричит А собака лает Ну, ну, колокольчик Колозвончик Вышла глянуть, где кошка Детям поем О чем у вас беседа ведется Признавайтесь Вынесла я Мурику покушать Мурик ни от чего не откажется Кушает хорошо Собака молчит, как ни странно Обычно она при хозяевах Начинает показывать, что он тут главный в доме Что он охранник И лает на всех подряд Сейчас решил немножко помолчать Правильно помолчить И так Лава легла отдохнуть Чтобы ты ее не тревожила Барабака такая О, ну все, 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 конечно, конечно Пока снимала кошек через окно Увидела Ну, я и до этого увидела Но я пока в доме порядок наводила Что надо мыть окно Решила, пока на улице прохладно Все равно погода еще не наладилась до конца Хоть и солнышко, но ветер северный И, ну, свежо еще Поэтому решила помыть пока здесь окно Хотя бы с этой стороны, со внутренней И, конечно, не мешало бы помыть стены Но насчет стен я подумаю Сегодня или завтра Гляньте, тоже грязные Как-то не видно Все текло войдет Руками постоянно хватается Потому что она падает Ну, ее качнет Ее постоянно Она вот за все косяки руками цепляется У нее все косяки грязные Но в доме я вроде бы помыл А тут еще надо драить Сено к носу подгребает Холодно было Давай, давай Мы на тебя посмотрим Давай Таши Таши Куда тащишь? Сейчас снимет Ну Скажи, мамка, халат мне отдай мой Я не буду ничего таскать Вот самое хорошо Видишь, прикрыл Он себе двери делает Дуравеет и дуравеет А может он хотит в будку уже тащить? Я не знаю, че он хотит Че он хотит Ладно, пусть таскает Потом, когда вытащит, скажете Посмотрим результат таскания Ну, либо, наверное, его еще Интересно, как он тащить будет Я его затолкала потяней Чтобы не тащить Ну, шо ты грызешь, дуралей Ты уж тащи Скажи, я рад Тут люди со мной Мне было скучно Вчера никто не выходило Тут об синий Мы сами замерзли Круси, кучи не отравлили Проспарились и увалили все спать Пойдем погреемся Замерз Бери бокалы Пойдем чайку поклем Я поклю, не могу Потом еще выйдем О, намела сколько грязи Подожди, чтоб камеру не свалить Чтоб не свалить Чтоб не свалить Ничего ты Давай Женечка, вставайте Подожди, чтоб камеру не свалить Чтоб не свалить Что ж, голова кружится Прям все меня сжимает Пойду померю давление Если я утром померила 150 А пульс 90 с лишним Тут не знаешь, какую таблетку пить Пошла спать Ты какая деловая Барабака-то К тете Клаве пришла Светик Они пошли пить чай Светик Светик Который нам давала фиалочку На рассаду Которую я повезу В Мурманск Короче, я помыла стены Ну как могла Как могла Помыла, пшикала Средством для стекол Нормально отмывается Вот эта вот штучка Вот, помыла Окна Мухи тут уже начинают Просыпаться Летать С той стороны не мыла Ну, по крайней мере, здесь чисто Вот Все поподметало Сейчас протру полы И Вроде Более-менее Я вот тоже Детик Мультиваску привезла Ну Да, старенькая Я вот Надо Она работает Ну, должна работать Надо что-то лень Готовить А может Светик вам кашку когда-нибудь Заварганит Она маленькая Вот Видишь какая она Только надо Попробовать Она работала Она на разы стояла Да не забывайте голову Не Вы не знаете как это удобно Да Знаю что удобно Налил, воткнул в розетку И все И ушел Забыл Через Время Время Тут все написано Вот Табло Время Стоп Стоп Нажал Заварганит Вот Крис Плов Тут написано Суп Сколько там литров Он маленький Как раз на маленького человека Полтора Ну вот Ого Нифига себе Я кашкуляла Ну Литра два Сколько тут написано Два литра Ооо А вам больше не надо И милое дело Так оно лучше даже вкуснее чем на плите вот та же самая каша Мне очень нравится Овсяна Кубок Я готовлю Она Получается и не жидкая Не густая А вот самая то Получается И запаренная Хорошая Там она кипит Внизу она кипит Сверху она такая Ну Как и не то А тут она прям вот как в термоклаве Там ей потом Разрывается Ну Я не знаю сколько на эту справлять Та побольше Я справляю Две кружки Экспериментировать надо Да Неизвестно Какой Слушай Не помню Я вообще не помню У меня от рукава небольшая вообще такая шутка Ну А фасолевый суп можно? Да Что угодно Есть функция суп Засыпали все Поставили на функцию суп И это Все И забыли Оно само отключится И пошла спать Эклава Да По бокам пришла и на кухне Не, не, не. Каша, от кухни летай. Ничего не летать. Единственное, насколько вот объем. Ну да, рассчитали. Потому что не так волнашки. Ты решила избавиться мне. Но у нас есть еще одна, нормальная, большая. Это маленькая, это на полтора человека. А нас два человека. Повторяешь, за тебя и на кожу. Да, да, о! И даже улетали. И на собаку, да. Ку-ку! Привет! Дебра! Дебра! А, и он с помидорами! Привет! Да я знаю, у Ильи он не есть, Сяжный. Он с помидорами. Ты откуда все знаешь? У Витки. Поехала с Витки за минералку. Мы там кофе уже с ним попили. А я сюда приехал. Да ты его встретил где-то, да? Конечно, он при зеркала, ну смотри! А, ты его увидел, за ним погнал, да? Конечно, он в Витки. Так, чем тебя кормить? Я поведал. Победал? Конечно. А то у меня картошка горячая. Сия. Тоже есть. У меня же плов, шашлык остался, макароны, кефтели. Вот. Что это ты обеспечила вообще? Да, Динка с девочкой приезжал. Ага. Знакомились. Ну, так а что, что приезжал? Молодец. Ну, знакомились. Умничка. С новыми силами. Четверг на работу. Четверг, работа, пятница, работа, суббота, воскресенье, опять выходные. Вот. Я не понимаю, видишь, когда Сашка приедет? Мне кажется, он приедет в среду. Мне вот по времени. Ну, приеду, я здесь буду, а ночью уеду в Саху. Да, да, да. Так и хочется, чтобы вы увидели. Да, а раз и будут, они до пятницы, до субботы. Ну, вот хрен. Мне кажется, если они приедут, то два-три дня не больше. Ну, а мне в четверг на работу. А тебе вот вещь это. Ну, если в среду приедут, то нормально будет. Если что, вечером уедешь? Конечно, он все закроет сюда, приедет, отсюда на трассу и пошел. Да, да, да. Хоть поболтать, посидеть. Заеду, заправлюсь, разум. Да, да, да. Мне что-то почему-то, кажется, по времени. Или завтра приедет, к вечеру. Ну, или завтра тоже хорошо, что ты тут будешь. Тут буду. Может, кофейку? Ну, ладно. Возьми то, я не знаю, что там залезешь на еду. Слушай, помидоры классные. Я не то, что помидоры съела, я весь этот, сок выпила. Так сок же самые ценницы. Ну, и помидоры, и все, и банку комфота я тоже выдула. Так что ты принес то, что я выпил. Ну, такая же черешня крупная. Еще две недели начнет желтеть. Там каштаны расцвел такие, эти, ну... Слушай, каштаны липой еще не цветет? Нет. Не на дня был. Ну, каштаны какие-то белые. Нужно нарвать это, значит, на рот. Ну, не мажь, не во-вторых, там липка. А, да, ну-то тоже, да, я выберу каштаны. Калитку закрепал бы. А, да, ну-то все на автомате делается, потому не так. Братник. Какой-то я не знаю. Ну, а что, ну-то в квартире брать нечего. Холодильник, телевизор, кому надо. У всех приезд. Единственное ноутбук жалко. И как бы. Да его там нету. Не, все равно к нам придут, вот, мне жалко здесь на ноутбуку, видеокамеру. Все, больше телевизор, холодильник, никто не потащит. Да ну, никому не надо. Как на Украине говорят, что наши русские эти, унитазы воруют. Да какие унитазы? У каждого десятого только мы живем. А, выкили его. Да, да, унитазы на помойке стоят, унитазы никому не надо. За шпионами ходил. Да? Да. За шабиньонами? Да. Набрал? Да. Не, серьезно? Ну, серьезно. Ну, а мы три нашли. Мы три, ну, такие, ну, конкретные. Ну, такие все, один в один. Да ты че. Где у вас там с ума приедет? Да ну, на ВУЗе. Ну, где? Приедем, оборвем, да? А у вас там ходят? Там люди лазят, там, ведрами. У меня сосед говорит, я бы три ведра набрал. Ничего. Так мы тут набирали, что? Да, если не дам, они... Сашка приходит. Если не есть, так и думай. Толик, сын. Я полмешка набрал. Бывает, люди, ну, да где? Друг за МТФ там кругом. На велосипед. Приезжаю. Как свиньи, все поразрыто. И люди лазят. Бугорок раскапывает, стоит. Ну, куда? А завтра поедет? Ну, вчера дошел, ну, сегодня. Завтра тепло будет, завтра поедет. А тут на Лугу будет, перед водопойной. А где на ВУЗ? А МТФ? Ну, вот тут коровы пасли раньше. Ну. Где мы терзаем? И все поперерывали. Они, да, они там, где коровы пасутся. Ну, на ВУЗ. Вот коровы, на ВУЗ. Я не знаю, можно туда поездить. Вот они там. Там дорога есть, как свиньи, блядь. Поперерывали так. А я тут, знаете чего? Мурманске, в Мурманске, в Мурманской области с этим самым Ютубом. Поэтому загружаю видео. У меня целых три видео на загрузке, которое должно выйти сегодня было в 11 утра. Оно загружено всего лишь на 83%. Я его поставила загружать в 7 утра. Это караул. Обычно там полчасика. Ну, час максимум, если плохой интернет. Вот. Одно видео 58, другое 65. Но если загрузится, нормально, пускай. Ещё эти клави позвонили, сказали, что завтра не будет света. То есть, если я сегодня не смогу ничего загрузить, завтра я не смогу загрузить. Тем более, потому что не будет света. Ну, хотя у меня батареи держат. Ну, там 2 часа, 3 часа максимум батареи имею в виду на ноуток. Ну, как бы это тоже не вариант. Ну, короче, как-то так. Вот такие проблемы со светом, с интернетом, с Ютубом. Но ничего. Я думаю, прорвёмся. Кому интересно мои видео, то вот меня и на Яндекс.Дзене найдёт. Ну, а кто привык к Ютубу, придётся подождать. Ну, и чё? Кто к нам пришёл? Кто к нам? Кто к нам пришёл? Это не муж твой случайно, а? Мы не его ребёнка воспитываем, а? А ну, признавайся давай. С кем нагуляла дитя? Ну? Мур-мур? Мур-мур? Ты не с ним нагуляла дитя? Что? А ну, говори быстро. Он сейчас быстро тут всё подмоет, все тарелочки помоет. О, молодец. Он и на улице поел кашу. Ребёнок плачет, мамка с женихом, бессовестная какая. Она подошла к дырям. Я хотела её выпустить, и он заскакивает. Давай подъедай. Гречку так она точно не будет есть. Которой нет. Он поел всю кашу, пусть идёт гуляет. Иди к Толику. Что ты? Что-то рыбаки долго сидят. Так они до темносков будут. Да куда? Уже темно.